Автобусный маршрут номер 75 Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил представителей старшего поколения за вклад в защиту укрепления России, сохранение исторической памяти, поддержку бойцам СВО и их семьи. Он отметил, что знание, жизненный и профессиональный опыт ветеранов востребовано сегодня для достижения национальных целей страны. На должность министра труда, занятости и миграционной политики региона утвердили Ирину Никишину. Артур Абдрашитов продолжит возглавлять Министерство туризма. Министром социально-демографической и семейной политики станет Регина Воробьева, а Игорь Андреев возглавит Министерство имущественных отношений. С 1 октября жители Самарской области смогут получить 15 тысяч рублей за содействие в привлечении на службу по контракту. Основанием для получения денег является справка из военного комиссариата. Из-за высокой пожарной опасности в Самарской области до 10 октября продлили запрет на посещение лесов. За нарушение правил безопасности и поджог насаждений законам предусмотрены меры ответственности. В Самарской области завершили расследование уголовного дела о краже нефти. Год назад из нефтепровода у поселка Гражданский похитили более 70 тонн нефти. Ущерб составил около 4 миллионов рублей. Материалы дела направили в суд. Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы. В 14 и 15 турах российской премьер-лиги крылья Советов 3 ноября встретятся с Акроном. 10 ноября клуб сыграет с московским ЦСК. 17 октября жители Самарской области смогут наблюдать в Суперлунии. Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от центра Земли. В этот момент на 14% изменится угловой размер Луны, а ее яркость увеличится на 30%. Самарская область вошла в топ-10 регионов с самыми популярными кофейнями в России. Тройку лидеров возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань. Исследования провели к Международному дню кофе, который отмечают 1 октября. Субтитры создавал DimaTorzok